самое интересное ну я все доел можем ехать по два а это стасик давайте посмотрим чем он сейчас агрессивно защищает свою добычу мы в сочи где темные ночи мы приехали изучать сочи это наш последний день в пути первого сезона не москва и мы проехали уже порядка 12 13 городов 13 городов 50 новостроек или 70 может счета сбили были уже в казани в нижнем ехать где только не были и сегодня мы в сочи посмотреть какие же ночи но здесь вообще происходит конечно же немножко по хулиганин это 11 выпуск не москвы если снести вот иначе лена угадать 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 где да тут парилочка такая небольшая давай расскажи нам про сочи средняя зарплата 37 где-то 39 тысяч несмотря на это недвижимость здесь стоит недешево где-то по 92 тысячи за квадрат все коротко город маленький но дорогой все порыли здрасте а можно к вам в офис продаж мы в москвы приехали посмотреть квартирку себе а надо документ смысле а какой с продаж чтобы по документам попасть можно закрытая территория на территории вот так вот все под чутким контролем службы безопасности не придешь не уйдешь если они как апарт-отель что ли ну да они видно у тебя берут в аренду и издают свои квартиры здрасте вы за нами оплат можно даже пройти здрасте меня зовут никита дорогим родим рад познакомиться здесь у нас гос застройщик рждстрой то есть эта компания которая заражена акционерам да соответственно эти комплексы мы зашли реализовывать в компании ркс вот ркс знакомая издавала компания застройщика вот эти говорю тоже что-то слышал вот я когда увидел про строить во многих регионах реализовывались то есть объекты получается вот все что вокруг здесь есть стройлые ржд это вот дома получается эти белые да вот эти дома живой портал урожайник который она она это мы хорошо заехать то плане просто в ту же школу владимир владимирович путин откроют школу стройте здесь но если мы смотрим школы и садики это ну одна три минуты пешим шагом поликлиника две минуты пешим шагом вы ходите из ворот и как раз на правом у вас школа налево поликлиника олимпийские объекты 10 максимум 15 минут езды на общественном транспорте с инфраструктурой это здорово я понял все отлично чистейший пляж эмеретинской бухты самые чистые на нашем черноморском побережье есть шикарные квартиры трехкомнатные она причем небольшая площадь шикарно да 68 площадь если без балконов у нее есть две лоджии если с лоджием 74 из одного балкона утром будет смотреть на горы если приедет в апреле это будут заснеженные шапки а если приедет попозже будет зеленые шикарные и море с другой стороны два с половиной миллиона рублей что это однушка 3-го метра соответственно это сколько за квадратные метра у нас за квадратные ну где-то 76 три дома совершенно верно в каждом доме то есть вот в этих корпусах по три подъезда здесь пять подъездов заезжали вы отсюда я не понимаю оттуда мы заезжали смотрите вот отсюда мы заезжаем и вот мы находимся вот в этом корпусе здесь у нас горы вот в той стороне моря не будет роллер-дром будет строиться в течение месяца-двух и плюс будет новое ограждение потому что сейчас еще остался строительный забор будет евросетка аккуратно красиво и здорово я смотрю что здесь прям стояками люди забирают люди забирают стояками у нас в мае дрались за эти квартиры опять же мы сейчас не делаем такого явного акцента на детских площадках потому что у нас если брать опять же по городу сочи одна из самых выгодных на данный момент это 15 рублей с квадратного метра потихонечку по заселению комплекса она дойдет до 28 рублей с квадратного метра как видите есть лена ты как тут пандусы ты посмотри какая приятная встреча так плиточка входные группы есть отдельный вход лестничная клетка это подъезд лифтовая зона два лифта вот опять же да здесь зачем железно это идут на спринт по технике противопожарной безопасности как же должен был уже спросить про датчики про светодиоды зоны в принципе уже застройка есть вы можете быть уверены что вот тут вот у вас ничего не вот это вот эта река которая граница это граница обходил а это базе пойдем еще посмотрим что пойдем посмотрим квартиру вообще здесь квартиру нет вот в этой квартире нужно смотреть вид это кухня кухня не очень большая но так как тут и площадь трехкомнатная не очень большая без балкона 68 квадратов при это это под розетку это под розетку да хорошо кухонка сколько метров получается кухонка порядка девяти с половиной где-то десяти квадратов массе овощик такой от речка видимо хватает тепла минимальная температура зимой просто вот об этом и речь тогда тогда вот зачем только труда почему бы их вот горизонтально не развести или вообще зачем то то есть а вот эту стену убирается то есть у нас получается гостиная и кухня у вас во первых вот здесь уже окна ширину а вообще не достать а это балкон так сделано то есть у меня отсюда окно на балкон опять то есть отсюда нету мелочь это у нас санузел санузел не очень большой но так как у вас основная цель это именно приехать на лето а не постоянно жить поставить душевую кабину небольшую стиральную машинку а здесь гардеробная получается да а здесь гардеробная сразу такая дверки встроили еще один балкон еще одна комната еще один мужик там я вижу еще один похож на на первую очередь это парковочные места здесь парковочные места а там спорт футбол волейбол баскетбол спортивные площадки которые освещаются забором тоже они будут обнесены как нам сказали больше котов комплекс освоения территории таких объектов больше нет сочи пусть их всего получается и медитинка 1 урожайные 2 вот как раз туда мы приехали есть там панорамное стекле и панорамное стекление с видом на море сторону отлично это вы там живете к сожалению еще нет а будет хотели конечно ты тогда заходите коридорчик санузел ванная комната дальше идете комната с балкона с видом на горы а балкон входит или что стоимость да и сколько она стоит в итоге пять миллионов 200 тысяч 200 тысяч откипу сделать дешевле чем-то получается 90 метров я чуть не понимаю здесь здесь панорамное стекле и она дешевле чем так сколько суток суток телефонного тратить что ваш ровно сколько сколько один квадратный метр стоит от 66 тысяч квадратный метр смотрите нас это закрытая территория охраняем парковочные места бесплатные придомовые обозренный паркинг нет они не предусмотрены а школа детский сад все это расположено буквально в пяти минутах посмотреть высота потолком 265 которые стенки гипсокартона на них можно естественно определить на стук они сносятся также вы можете здесь оградить сделать еще один балкон если принципе он вам нужен какой балкон что делать на этом балконе все двери закрылись теперь начинается самое интересное ребята для чего вообще это все снимаете что это вообще тема мы делаем типа ревизора там уж не видео просто жанр какой-то типа проникует эту стену вот и все мы мы только что спарили в ванну с раковиной вот и все мы только что спарили в ванну с раковиной у нас скоро с раковиной с раковиной получится ну так ладно так а чё раковину здесь так просто поставлю ну вы можете ее отпустить вниз куда еще ниже опа а как я буду вот так мне очень нравится логика когда говорят но все построим в сессии зачем строить воды нет никакой он никуда не спущен мне здесь можно сделать вполне с вами я же спальню я не живу я просто сплю ну да а вы много нужно местных пространств для спальни конечно в спальню лучше в гостиную спальню пойти нет я лучше наверное здесь сделала бы с детскую детскую а спальню пойдем там много места пойдем в спальню пойдемте Казалось бы, почему мы вообще разговариваем про эмеретинку, если у нас о передаче про жилье? Потому что здесь можно купить апартаменты. Большинство апартаментов у нас сдается в аренду. А это же точно, это же были Олимпийская деревня здесь была. Да, во время я тут сообразил. У нас жили и спортсмены, и члены Международного Олимпийского комитета. Сейчас это все большой гостиничный комплекс, в котором апартаменты сдаются в аренду. Как краткосрочные, так и долгосрочные. И есть также продажа. Больше 20 бассейнов на территории, в каждом дворе есть бассейн свой. Сколько здесь апартаментов в целом? Около 3000 на трех территориях. Мы сейчас находимся в морском квартале. Он у нас самый ближайший к пляжу, к морю, на первой линии. Где они апартаменты? Куда мы? Апартаменты, которые мы хотим с вами посмотреть, находятся на пятом этаже с прямым видом на море, вот в серединке. Мы сейчас туда с вами поднимемся. Это МОП, ты заходишь, здесь у тебя велосипеды, ты спокойно можешь ставить конясты, все что угодно, матрасы. А камера? Есть. Обязательно. На пятиэтажный комплекс по два лифта. По два! 20 квартир, два лифта. У нас есть даже трехэтажный корпус. И там лифты. Везде лифты. Это были требования международного липистого комитета. Те железные, что стоят прям, да? Уже готовые к эксплуатации. Да, у нас все оборудованы. Люди не меняют двери. Да, дверь хорошая. Ты посмотри просто, какого размера балкон. Как я и говорил, да, у нас большие балконы. Уф! Это не балкон, это терраса. Почему вы называете террасу балконом вообще? Так, окей. Сколько здесь метров вот эта вот террасочка? Терраса 15. Она идет в цену или коэссистент? Да. Собственно, апартамент, однокомнатная студия. Подразумевает здесь наличие и кухни, и спального места. Плюс санузлы у нас полностью оборудованы. Да, она широкая такая у вас получается, да? Да, она распашонка получается. Широкая, широкая. Что здесь можно сделать? Розеток здесь точно хватает. Розеток здесь просто хватит тебе на всю жизнь вообще. Соответственно, я здесь ставлю кухню. У меня здесь вся подводка есть. Здесь не хватает кухни. Здесь можно барную стойку под обеды сделать. Да, а там зону отдыха. Да нет, какой-то короб. Здесь вот есть спрятки играть есть. Нет, здесь-то нет. Это можно снести, кстати. Да, можно, конечно. Это не несущее. Вот такие двери широкие, мне кажется. И это все вот уже с такой отделкой продается? Да, все верно. То есть, у нас продается все готовое. Санузлы полностью оборудованы со всей сантехникой. На территории есть детский образовательный центр согласия. Есть у нас медицинский центр федерального уровня. В принципе, начальная школа есть. То есть, у нас действительно живут с детьми. Это семейный курортный район. Вот я купил. Сколько я по-другому из умеющих нам платить? Цена зависит от квартала, в котором находится этот артамент. Потому что разное количество территории, насаждений и так далее. От 110 до 150 рублей за квадратный метр. Какое будущее завтрашнее этого района? Сделать ее территорией как для постоянного проживания, так и территорией с каким-то туристическим наполнением. Мы планируем превратить наш форт грузовой в яхтенную марину. И сейчас уже определенные действия предпринимаем. Мы будем развивать променад, который бы связал всю нашу территорию и стал бы, на самом деле, одной из главных аттракций. Ну и, соответственно, прилегающие участки. Это как раз перспективная наша застройка. Мы оцениваем рынок Сочи, продаж всех сегментов, жилья или не жилья, где-то порядка 380-400 тысяч квадратных в год. Все, что вы видели у нас на территории, все, что вы видели на прилегающих территориях, это апартаменты для временного пребывания. А в дальнейшем вы тоже апартаменты будете строить или жилье? Мы планируем в связи с наличием существенных градограничений от аэропорта, который находится рядом. Часть участков, на них невозможно строительство жилья. На участках центральной части такое строительство возможно. Поэтому мы хотим в будущем вывести именно жилую функцию сюда и заниматься продажей именно квартир, а не апартаментов. Наша философия – это квартальный тип застройки с активным уличным фронтом, с большим количеством перекрестков для того, чтобы заработал стрит-ритейл. Такая полноценная городская среда. Вы говорите, что вы набережную будете еще как-то развивать. А у вас есть сейчас какое-то понимание, что изменится, как это будет выглядеть? Во-первых, эта территория должна быть доступна для гостей и отдыхающих, а населения. Соответственно, тыловые и грузовые районы порта с нашей точки зрения имеют смысл превратить в аттракции, связанные с развлечением, вполне возможно, строительство каких-то развлекательных центров. Где-то это элементы инфраструктуры в виде кафе и ресторанов, где-то это просто прогулочные зоны. Соответственно, она должна быть разной. И вот эти зоны, они должны функционировать и для разных категорий, и в разное время дня, и в разное время суток. Наш земельный банк, который мы включили в границы проектирования нашего проекта «Меретинка-2.0», где-то порядка 80 гектаров. Здесь вот они обозначены. Это участки 2-й, 3-й и 4-й линии, значит, в станцию Олимпийская деревня, последний участок. Здесь улица Цветочная. То есть, это пойдет туда вот вглубь, я так понимаю, да? К мандарину туда ближе тоже, да? Да, да. Вы знаете, эта история обязательно, обязательно должна сочетаться с генеральным планом развития города. И мы знаем о том, что в этом году городские власти уже начали работу, абсолютно в правильном направлении движутся. И московские сети Гипрогорка не привлекают для создания опорного плана. Мы надеемся, что в следующем году начнутся работы по корректировке генерального плана города Сочи. Мы надеемся, что реально формирование образовательного кластера здесь послужит... Ну да, толчком. Толчком, да. Потому что рекреационная составляющая Сочи, но, в общем, она давно сформирована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова